Все, работает, можно продолжать. Мы должны поменять ныне действующих директоров, это два. Третье, допустим, профсоюз должен начать свою законную деятельность на территории шахты. Ни один из этих пунктов не был выполнен. Ни один. Поэтому сейчас мы решили приостановить работу шахты на неопределенное время. То есть мы задержали работников шахты и объяснили им, что они в который день, в который месяц, они опять идут работать бесплатно. Они просто работают бесплатно. Одни запуганные, другим нечего. Они не знают, что делать. Просто. Люди настолько дезориентированы. Им обещают, чтобы зашли какие-то деньги на шахту. На шахту никогда никакие деньги не заходят, если не заходит какой-то банк. Но сейчас, в данный момент, и опять муссируются разговоры о каких-то денег, кто им выплатил, для чего. Для чего они пускают эти слухи. Никто ничего не знает. Поэтому мы сейчас решили провести эту акцию. Мы сейчас задержали людей. То есть остальные входы на шахту все свободные. Кто хочет, допустим, может перепрыгивать через заборы. Кто хочет, может заходить по другим входам. Заходите. Следующая акция – входы. Все входы на шахту мы перекроем. Хотят, пусть лезут через терриконы. Потому что без того, что сейчас происходит, без денег дать шахту не получают заработную плату. Порядка восемь минут. Естественно, как можно жить, не получая зарплату почти год. Действительно невозможно. Есть случаи суицида, когда люди пока обрывают свою жизнь и, честно говоря, действительно… С предсмертными записками, мне не за что жить, мне не за что жить. Этот человек полез в петлю. Эта ситуация действительно не может дальше продолжаться. Поэтому, действительно, горняки доведены до отчаяния и требуют, по-моему, абсолютно законные требования выплатить заработную плату. Поэтому следите за новостями. Будем держать вас в курсе, как дальше развиваются события. Ну и будем надеяться, что Ольга Анатольевна действительно найдет время, силы и все-таки назначит новая рука жить. Всем хорошего дня. Следите за новостями. Будем держать вас в курсе. До свидания.